Теорема Жордана в общем случае. Обычно про эту часть даже как-то и не говорят, потому что она кажется вполне очевидной. Если у нас есть какая-то вот такая линия, не инъективная, это значит разные точки переходят в разные. То есть нельзя, чтобы она сама пересекала. Там называется не сам пересекающаяся. Так вот, есть непрерывная кривая. Недельная плоскость. То есть как ни проводи, но если она себя никак не пересекла, то из любой точки, которая не лежит на ней, можно попасть в любую точку, которая не лежит при помощи какой-то луны, которая не пересекает. Это у нас возникнет во время доказательства. Поэтому я просто выделил вот эту лему. Конечно, теорема Жордана любит им за это. А за то, что если есть любое отображение окружности в плоскости, С1 это просто окружность. Непрерывная, конечно. Я просто не могу сказать, что без непрерывности, вообще бессмысленно, да? Непрерывная. Что такое? Да это то же самое, что для ломаной, у которых кривая. Делит плоскость над кривой полости. Точно так же. Любые две точки из одной можно соединить ломаной, не пересекая. И любые две точки, одна из которых лежит в одной, а другая в другой, нельзя. Непрерывная. Я не буду чувствовать ничего. Так как все равно потребуется во время доказательства знание такой замечательной теоремы из анализа как равномерная непрерывность любой непрерывной функции, определенной на отрезке. Поэтому, если кто-то не знает эту теорему, то, в общем, бесполезно слушать. Ведь, понимаете, вся топологическая часть у нас была, когда мы говорили колонну, и все равно не будет. А, собственно, и математического анализа, непрерывные функции, и так далее, это сейчас нужно. Поэтому, я не смогу рассказать это людям, которые не знают, что непрерывная натрия с ней функция равномерно непрерывна. Тем, кто знает, что полезно объяснять, что непрерывная функция, потому что они так называют. Так вот, инъекция, значит, разная, даже не какой-то разная. Она делит плоскость над кривой полости. Точно так же, как у нас точки из одной области можно соединить ломаный, не пересекающий образ окружности, а точки из разных областей нельзя соединить ломаный, который не пересекает компоненты связанности. То есть, если из плоскости выбросить точки G окружности, то получится множество состоящих из двух открытых, не пересекающихся множеств. Причем они будут действительно так вот замечательно расположены, что одно из них линейно связано, и другое из них тоже линейно связано. Так вот, давайте доказывать. Посмотрите, здесь написано на две области. К сожалению, ни по какой интуиции я это доказывать не умею, потому что это там будет количество звеньев, и, пожалуйста, придутся. Здесь мне придется сделать так. Мне нужно будет отдельно доказать, что областей не меньше, чем две. И потом мне нужно будет доказать, что областей не больше, чем две. И по кругу тела будет использована такая замечательная лимма о трех домиках и трех колоссах. Вот что это такое. Граф, так называемый капли 3, три домика и три колосса, это три точки в одной компоненте, три точки в другой компоненте, где каждая из точек одной компонента соединена с каждой из точек другой. Но вот здесь у меня уже плохо получается, я лишь могу вот так вот. И вот я могу считать, что невозможно это сделать при помощи непрерывных линий, попарных не тескающихся, кроме каких-то каких-то вершинок. И вот нельзя. Геометрически, вроде меня очевидно, но мы, конечно, сейчас это строго докажем. Вот они наши этапы. Начинаем доказательство. Докажем, что областей, на которые образ окружности делит плоскость, не меньше, чем две. Возьмем проекцию на какую-то прямую, и крайние точки этой проекции, то есть зажмем вот всю кривую, здесь вот она так вот влесла, могла еще, как сказать, более хитро выглядеть. Вот опорные прямые. То есть две параллельные прямые, при этом здесь уже ни одной точки нет, а здесь тоже ни одной точки нет. Замечательно. Разумеется, наша кривая, она не по одной точке, по какому-то множеству. Давайте из всех вот этих вот самых правых точек возьмем самую верхнюю. Точка R. Точно так же, из всех самых левых, давайте тоже возьмем самую верхнюю. Итак, L – самая верхняя, а R – тоже самая верхняя, в одном случае из самых левых, в другом случае из самых правых точек. Разобрались, что такое L и R. Дальше все просто. Мы проведем приседение, хотя-то самое неважное, просто важен параллельно. Это прямое. По теореме промышленочного значения должно быть пересечение. Самую нижнюю точку обозначим D. И дальше смотрите. D – это некоторая точка. Причем отображение у нас было интективное. То есть это конкретно упрост какой-то точки окруженности. Значит, когда мы сокровенность отображалась, какая-то точка отображается в L, какая-то в R, а какая-то в D – это не точки сами, а их прообразы, из каких точек окруженности они получились. И мы можем ввести понятие вот такая другая и такая другая. Одна содержит D, вторая не содержит D. Одна дуга содержит, другая не содержит. Смотрите, теперь надо объяснить, что такое точка А. Это самая нижняя из точек пересечения вот этой вот дуги с L. Что такое точка А? После этого от точки А пойдем вниз. Поскольку D была самая-самая нижняя вообще, когда-нибудь мы попадем на пересечение с образом L. И давайте его обозначим. Самая верхняя из этих точек обозначим B. Отлично. Теперь возьмем середину отрезка A. Это точка E. На самом деле будет не вполне так, как я сейчас говорю, но идея состоит в следующей. Точки L, M, R – это три ядовика, а точки А, B и бесконечность, ну, в качестве бесконечности можно поставить любую точку, например, справа, если угодно любую точку слева. Вот. Это три колодца. Давайте теперь смотреть, как у нас соединена точка L с точкой A. Это совершенно замечательно соединяется. У нас здесь есть просто напросто другая. Как L соединена с точки B? Тоже замечательно. Вот так вот соединяется. Как L соединяется с бесконечностью? Вот так соединяется. Мы взяли специально самый верхний, и вот туда вот и идете, ну, а потом туда. И синий. Вот так вот соединили. Тогда надо достаточно цапо подняться, чтобы не пересечь кривую. Все. Точка L соединена. Теперь, давайте проявим потом. Сначала разберемся с точки R. Соединена ли точка R с точкой A? Ну да, конечно. Вот по этой, где я соединяю. Соединенная точка R с точки B. Соединена ли точка R с бесконечностью? Да, соединена ли точка R с бесконечностью? Да, соединена ли точка R. И пока все замечательно. Пока все эти линии пересекаются только в константе. В точках и нигде больше. Ну, теперь давайте разбираться с точкой M. То есть с L, R, у нас тут все хорошо. Точка M очевидно соединена с точкой A, с точкой B. А вот с бесконечностью она соединена. Если ее нельзя соединить с бесконечностью, то мы получили тем самым, что областей не меньше, чем L. Потому что вот одна область – это так, где бесконечность, а другая – M, если их нельзя соединить, вот M же не лежит на приводе. Значит, если считать, что областей только одна, то существует какой-то путь, который выходит из точки M, как-то ходит, 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 не пересекая кривую. Я же не буду рисовать, да? И вот туда попадает. Единственная проблема. Помните, в графе «Три домики и колодца» эти пути должны пересекаться только в вершинах. То есть вот когда вы соединяете, то они не имеют права пересечься, кроме как в вершинах. Поэтому, возможно, такая неприятная проблема. Мы нарисовали вот такой путь, а он вдруг взял и пересел этот отрезок как бы… там, где-нибудь здесь, да? Вышел, пересек и дальше пошел. Ну, господа, смотрите, что мы можем сделать. Мы же можем точку M выбирать по нашему вкусу. Любую точку интервала А, B. Поэтому, вот когда вы такой путь нарисовали, после этого мы возьмем из всех его точек… Он должен не пересекаться с нашей природой, да? Это непрерывный путь. Мы возьмем из всех его точек, самую близкую к точке B, и туда поставим точку M. И вот этот вот кусок идти вообще внутренним. А вот пойдем только от точки M туда. Тогда от точки M есть замечательные точки A к точке B, и вот этот путь к бесконечности. Не самую близкую, а последнее пересечение с отрезком AB… Ой, да-да-да, виноват. Виноват. Действительно, у нас же здесь есть параметры, когда мы идем по пути, здесь есть параметры. И действительно надо взять последнюю точку, да. То есть надо идти по пути и взять последнюю, вместе вот этого параметра, точку, туда поставить точку M, и у нас все получилось. Точнее, что получилось? Мы реализовали на плоскости граф три домика для колодца. И когда мы сейчас с вами докажем, что это нельзя сделать, то и будет доказана первая часть нашей теоремы Жордана, что областей не меньше, чем две. Поехали доказывать. Это очень важная вещь. Мы сейчас говорим уже не о ломаных, а о непрерывных кривах. Вот здесь был какой-то непрерывный путь, да, здесь вот у нас была непрерывная линия. В принципе, этот путь я как раз мог сделать ломаной, а с этим чуть поделать. Условие задачи – это преиспольная, да, вот такая вот непрерывная кривая. Поэтому сейчас надо разобраться с графами и доказать такую очень простую лимбу. если на плоскости как-то нарисован граф, слышит производный граф, я не знаю сколько там, да, вот какой-то такой, у которого это непрерывные кривые. И при этом эти кривые лёгра пересекаются только в вершинах и не имеют никакого права пересекаться между собой в промежуточных точках. Но на самом деле это можно свести к ломану. Делается очень просто. Смотрите, мы с вами можем взять около каждой точки маленький кружочек. От этой окрестности требуется только, чтобы ни одна другая вершина не попала в неё? Ну, не только никакая другая, чтобы они не пересекались между собой, конечно, тоже. Они не имеют права не просто вершину сделать, а эти окрестности попарно не пересекаются. Прекрасно. И дальше, когда мы идём сюда, мы можем взять последнюю точку. Ну, теорема прошедшим значение, что одна, и когда вот из круга выходит непрерывная линия, есть компонент последний раз, когда одна. Вот. После этого внутри производим такую вот зачистку. Осталось. И по радиусам идём сюда. И так делаем везде. Что у нас получилось? У нас в вершинах уже никаких проблем нет. То есть вот в каждой окрестности картинка выглядит очень просто. Это просто радиус. Так. Но, правда, здесь они всё ещё прямые. Но, наверное, вы понимаете, что я сейчас делаю. Я сейчас забуду временно про радиусы. То есть их выложу. Оставлю только вот эти вот участки. Ну, помните, да? Непрерывный образ компакта является компактным. То есть я получаю в одноплоскости попарно не пересекающиеся компактные множества. И поскольку их конечное число, и они попарно не пересекаются, то есть такое число репсилум, что между любыми точками любых из них, ну, разных, расстояние будет больше, чем репсилум. Отлично. После этого я для надежности репсилум делю пополам. И говорю, что есть такая теорема равномерной непрерывности. То есть я могу взять настолько мелкое разделение отрезка, что когда я здесь отмечу точки и заменю ломану, то отличие от ломаной и моей лимой будет меньше, чем на репсилум пополам. Вот и замечательно. Вот мы и нашли ломану, которая соединяет, которая попарно. В общем, пересечений новых никаких не возникло. Зачем я это сделал? А затем, что здесь были кривые, три доли, три колонца. А после того, как я эту лиму доказал, у меня уже ломаные. А для лиму проблем вообще никаких нет. Посмотрите, у вас есть, давайте для начала, LMAB. Это четыре точки. LMAB. Как они соединены? L соединена с A и B. M соединена тоже с A и B. Ну, это какие-то ломаные. Я не знаю, как это все происходило. Но это как-то так. Что такое LBMA? Это какая-то область. Замкнутая, несомдискающаяся, ломаная. Ну, в школьном программе называется многоугольник. И, значит, она делена на твердость. И дальше вошли варианты, смотрите. У нас есть вот эти самые точки L и E бесконечности. Смотрите, точка L должна быть соединена с точками A и B. Куда ее можно поставить? В одну из областей. В одну из областей. Ну, давайте для начала сюда. Пусть R сюда. Тогда она соединена с A и B. И это разделило область на две. Попытайтесь после этого куда-нибудь поставить точку бесконечности, чтобы ее можно было соединить с нашими точками L и R. Вот если сюда, то не соединяешь с тем. Если сюда, то не соединяешь с тем. Все вот. Ровно так же, если точка L лежит во внешней области. Ну, опять, конечно, два варианта. Либо точка L будет содержаться, либо не содержаться. В общем, это можно по-разному объяснять. Мне кажется, самый такой понятный способ объяснения, это, так называем, идея тета-графа. Смотрите, забываем временную про бесконечность. Что у нас получается? У нас есть две точки A и B. Да? Точки A и R. И еще три точки. Когда мы берем три точки, то на самом деле получается какая-то такая штука. Как ни в суть, но одна из линий окажется в области, да? Вот. То есть, по сути, с точностью перестановки буквы, картинка такая. После этого попытка поставить точку бесконечности туда-туда-туда-туда, и ничего хорошего у нас. Все. Лемма о К3-3, о том, что его нельзя написывать на плоскости без пересечения ее, доказана. Вместе с этим доказана огромная часть теоремы Жатана. Мы доказали, что областей не меньше, чем две. Теперь надо как-то объяснить, почему их не больше, чем две. Оказывается, для того, чтобы это легко сделать, мне была нужна вот та вот верхняя часть теоремы Жатана. Итак, это мы доказали. Больше или равно, чем две области. Сейчас нужно понять, почему не больше, чем две области. И в Ро К3-3 обещанное я тоже это доказал. Нам сейчас понадобится вот эта в качестве леммы. Если отображение отрезка в плоскости, разные точки отрезка переводят в разные, то образ этого отображения не разрезает плоскость. То есть, если выбросим этот образ, останется множество, любые две точки, которые можно соединить ломаны, не пересекающие образы самого отрезка. Для того, чтобы это доказать, давайте я напомню одно из доказательств компактности отрезка. Нашли случай, что такое компактность. Если отрезок как-то покрыт интервалами, любой системы интервалов, оказывается, из этой системы можно выполнить конечное множество, так что эти интервалы тоже покроют отрезок. Доказывают это по-разному. Есть такой метод деления пополам, но я сейчас расскажу другое из доказательств. Смотрите, как тут имеется отрезка. Вот у меня есть отрезка. Представьте себе, что карта покрыта интервалчиками. И точка ноль покрыта какими-то интервалами. И они будут все их рисовать, их можно бесконечно много, не может быть даже теоремально интересно именно для ситуации, когда их бесконечно много. Так вот, я сейчас рассмотрю такое множество. Множество тех точек икс, что отрезок от нуля до икс можно покрыть конечным числом из этой системы интервалов. Да, еще очень важно говорить. Это не вы выбираете интервалы, которые вы покрываете. Потому что так вот, если вы его выбираете, то вы просто сказали, вот вам интервал от минус 1 на лут 8. И все. Нет, у вас интервалы уже заданы, и вы говорите, что из них можно выбрать несколько штук. Из заданных вам. Кто-то. Задан интервалы. То есть мы ищем конечное подпокрытие. Да, мы ищем конечное, но мы хотим доказать, что оно есть. Так вот, мы рассматриваем множество таких точек икс, что отрезок от нуля до икс можно покрыть конечным числом из данных нам интервалов. Давайте, во-первых, поймем, почему это множество не густое. Ну, например, потому что точка ноль не уходит. Точка ноль покрыта какими-то интервалами. И, на самом деле, даже рядышком с нулем можно взять какое-то число покрытое. Отлично. Дальше это множество обладает замечательным способом. Если икс меньше, чем икс, и отрезок от нуля до икс можно покрыть, то заодно будет покрыть и отрезок от нуля до икс. Поэтому, если какое-то число вошло, то и все меньшие тоже вошли. Отлично. Так вот, из всех таких икс, для которых отрезок можно покрыть конечное число из заданных нам интервалов, то давайте выберем то, что называется точная верхняя камера. То есть, как бы самое большое. Но не в смысле, что самое большое, а именно точная верхняя камера. Давайте посмотрим, что у нас будет. будет очень просто. Вот если это самая точная верхняя камера, где-то у нас есть некое число t, то вообще-то число t тоже покрыто каким-то интервалом. И этот интервал и влево, и вправо вполне себе не нулевой. А значит, если вот меньшее число какое-то там, здесь хватало границного числа, то вместе с этим интервалом и дальше, опять же, t не могло быть точной верхней гранией, потому что можно еще пройти. Если t не равнялась единице. Конечно! Если t равнялась единице, то дальше уже нельзя. Вот мы и доказали, что t равно единице на самом деле, да? Очень хорошо. Так вот ровно так решается эта часть. Смотрите. У нас есть непрерывное отображение отрезков плоскости. Возьмем любые две точки, которые не принадлежат образу этого отображения. То есть точка A не принадлежит F0, ну и, соответственно, точка B тоже не принадлежит. И давайте я сейчас ровно так же, как рассказывал про компактность, рассмотрю такие числа x, что если из плоскости выбросить F от отрезка 0x, то точки A и B можно соединить ломаные, которые не пересекают образ этого отрезка F от 0x. Так, оценка понятна? Смотрите. Вот у нас есть точка какая-то. Какая-то точка B. Они... Ну а вот этот образ отрезка 0x при эмигрированном объективном отображении F, они не лежат на этой кривой. Смотрите. Образ отрезка при эмигрированном объективном отображении компактный. Поэтому есть какая-то окрестность у точки A, которая не пересекается. Ни одной общей точки нет. И есть какая-то окрестность у точки B, которая должна пересекаться. То есть они все-таки где-то выделены. Так вот смотрите. Я посмотрю сначала маленький кусочек. Вы же согласны, что можно найти ломаную, которая соединяет точки A и B и не пересекается с этим кусочком? Нужно. Потому что эта точка не лежала ни здесь, ни здесь. Ну и значит неперерывная функция. Значит ее можно маленько включить. Или как-то здесь прийти. Я бы, кстати, здесь около какой-то не так прийти, пожалуйста. Хорошо. Значит множество таких чисел не пусто. А теперь опять я возьму его в верхнюю точную грань. Точную верхнюю грань. Отлично. То самое число D. Точная верхняя грань. Так. И давайте я нарисую. У меня вот некоторая вот эта T. Некоторая точка. У меня это кривая. У меня это кривая. У меня это кривая. Непрасно. Какие здесь возможны проблемы? Ну вот представьте себе, что моя ломаная не проходила через точку РФ. Что я тогда могу легко сделать? Я могу сказать, что все прекрасно. Что та же самая ломаная, которая не проходила через эту точку РФ. Продолжайте выполнять свои обязанности. Более того, это же компакт, поэтому даже если он чуть-чуть продвинется, если не проходил через точку, то тоже ему все нужно. И будет так же, как доказательство компактного средства. В каком случае возможна проблема? Что будет, если эта ломаная пересекала на самом деле? Да. В качестве ломаной я могу взять вот такую. Тогда я вот сюда дошел. Заметьте, пожалуйста, любое число меньше, чем Т. Это все замечательно. А в точности, когда я беру число Т, плохо. Но, внимание, было все замечательно, при любом числе меньше, чем Т. Это означает, что я могу подходить либо с одной стороны, вот это возле ломаной, либо с другой. То есть у точки F от T есть окрестность, в которой наша непрерывная кривая лежит с одной стороны. Да, да, да. Но здесь понятно, что с одной стороны. У ломаной, конечно, есть вот тюмлой. Поэтому давайте я вот так вот сделаю. Пусть есть вот одна сторона. Меня интересует же все только локально здесь вокруг, вот около этой точки. И поэтому, ну, не знаю, посередите их как-нибудь, скажите, под тетями Жордана ломаной. Вот. Так вот, она лежит с одной стороны. Но, господа, надеюсь, вы уже все понимаете. Если она лежит с одной стороны, то я ломаным чуть-чуть меняю. И все. Ну, хотите, вы хотите. Вот. И пошла дальше. Доказательство выглядит немножко жирковато. Но, когда я доказал компактность отрезка, было такое же, что жили. Столько такое же. И математический монолит всегда с этим соглашается. На самом деле, оно действительно верное. И оно может касаться непривычным вот тем, кто не привык к таким вот штукам компактности. А вообще-то, ну, вполне себе догадаться. Если начать с отрезка, то просто получится ломаное, которое будет обходить вдоль. Ну, конечно. Конечно. Потихонечку надо будет пропихивать. А вот почему этот процесс не превратится в такой бесконечности, где мы там запутаемся и ничего не получится. Под тот самый рассмотрим точно верный пример. Ура! Мы доказали немаленький кусок теории Мажерданова. Вот такой. Посмотрите, конечно, Лемона, чтобы доказать теорию Мажерданова. Теперь осталось последнее. Ну, вернее, как господа, вообще-то в теорию Мажерданова есть огромные качества продолжений и всяких усилений. Поэтому не надо думать, что эта нова кончается. Наоборот, она только начинается в этом месте. Но вот чтобы сегодняшнюю нашу работу закончить, что областей не больше, чем две. Для этого давайте докажем, как мы Лемона. Если мы из плоскости выбросили вот это множество ЖЭД, то граница любой из максимальных вот этих вот областей, потому что какие-то области образуются, образуются они в следующем образом. В первую точку, не принадлежащую ЖЭД, и все, куда можно от нее дойти по Луну. Вот такой мужество. Ну, это при штатке, да? Потому что если куда-то можно дойти, то и по окрестностям можно дойти, просто по радиусу. Там же есть маленькая окрестность, которая не пересекается с ЖЭД. Так вот, то границей любой из этих областей является вся источность вот этой вот ЖЭД. Доказать эту Лему очень легко. Смотрите, вот мы провели саму ЖЭД. Есть какая-то область. Мы, кстати, доказали уже, что их не меньше, чем две. Теперь мы выберем такую область и посмотрим, где у нее там граница. Для этого просто начинать двигаться, ну, разным образом. Идем, идем, идем. Вопрос. Может ли границей быть точка не из ЖЭД и СЭД? Нет, конечно. Потому что точка, не лежащая в выброшенных наших точках, тоже обладает, потому что, вот что я говорил, окрестностью, в которой все замечательно, которое не пересекается. И, соответственно, никакой точкой границы это не может быть. Прекрасно. Значит, граница содержится в ЖЭД и СЭД. Хорошо. Вообще-то, граница замкнутая, может ли граница не совпадать с ЖЭД и СЭД? Не может. Потому что, если бы это место совпадало, то какая-то точка из ЖЭД и СЭД, а вместе со своей границей, причем, потому что граница замкнутая, значит, если какой-то точки нет, то и с границей нет, не была бы граница. Вот. Замечательно. Замечательно. Мы только что и доказывали, что, если взять не всю окружность, а только отрезок, т.е. когда без окружности вырежешь ЖЭД, то получается отрезок, то компонента связанности одна. Ну, мы прекрасно знаем, что, вообще-то, компонент связанности не меньше, чем две. Вот. Поэтому, поэтому, граница любой из областей – это вся ЖЭД и СЭД. Что это означает? Это означает, что любая точка ЖЭД и СЭД, сколько было близко, имеет из всех областей. Ну, мы предположим, что областей три или больше, да? То есть, есть не меньше, чем три области. Прекрасно. Возьмем на кривой три точки. Три точки – это просто, чтобы сейчас воспользоваться нашим любимым тридомик-триколадзе. Произвольные три разные точки. Сколь угодно близко от каждой из них есть точки из первой, из второй, из третьей области. Есть еще областей, нас сейчас совершенно не интересует. И дальше мы говорим очень простую вещь. В наших областях есть, это в первую область, какая-то уже, во вторую, в третью. Вы бесконечные, крайние, все три. Тут такая неудобная вещь. Мне же объясняли то, чего не может быть. Тело в том, что, когда доказываешь, что чего не может быть, то вынужденный соратник не этого не хотел. Одну внутри можно? Ну хорошо, ладно, вижу горизонтный взгляд. Я не понимаю, чем бесконечное отличается от внутренних. Ну вот так, можно? Это абстрактное суждение. Пожалуйста, прям абстрактное. Три точки, не на кривой, в разных трех компонентах. Три точки на кривой, в произвольных местах, лишь бы их разные. А теперь смотрите, по первой компоненте можно пройти по точкам этой самой компоненты сколь угодно близко к каждой из этих трех. Просто потому, что в любой моей обрезности, в любой из этих трех точек, здесь может быть первый компонент. Вы, правда, скажете, что эти пути могут там как-то пересекаться. Ну, вещь простая. То есть у вас есть один путь, если у вас там есть какой-то другой путь, но вы можете в этих местах пересечениях чуть-чуть подправить эти пути. И они перестают пересекаться. Замечательно, 8-92 компоненты. Точно так же стоят эти компоненты. Вот вам есть три домика, три колосса. А мы уже знаем, что не бывает три домика, три колосса. То есть, как в графах, мы продолжим по радиусам эти пути? Ну, в общем, считается, что все помнят, что мы там делаем. Не будем повторять. Всё, накатывай.